друзья всем привет едем сегодня с женькой в киров у нас тут вот небольшая такая обновка а именно приобретем мы сейчас казан на 12 литров чугунный не знаю выберем какой-нибудь у меня большой есть на 25 у меня литров хочу поменьше который вот более-менее такой походный чтобы брать собой примеру можно было в избушку балаган там куда-нибудь на рыбалку еще куда-нибудь такой вот походным газа посмотрим что у них есть вам покупать в кирове компанию продают казаны все для казанов там тарелки короче разные виды казанов посмотрим что у них есть я уже определился хочу 12-литровый только не знаю с алюминиевой крышкой или чугунной я думаю с алюминиевой потому что было полегче не принципиально чугунная крышка или алюминиевая мне принципе не принципиально кому как так что едем покупать так приехали уже вижу их вывеску товары задачи загородного казан 43 так ну что друзья вот привез уже казан поставил нашу печку старенькая пятерка такая с диска сделано казан 12 литровым как раз в нее входит так вот он выглядит я думал они обожженные идут оказывается нет что бом обжигать как что вот как то так у той компании у которой я брал казан у них большой ассортимент у них тандыры есть казаны разных размеров короче можете пройти по ссылочке в описании в группу ну и поглядеть кому что интересно можете для себя выбрать они также по моему отправляет транспортной компании но это надо уточнить вот так как у меня здесь рядом я съездил выбрал себе любой какой мне понравился будем пользоваться им у меня на 25 литров есть и на 24 литра не не знаю такого объема хотелось именно вот такой маленький чтобы походный был и в дальнейшем под этот казан хочу приобрести у них есть печка то есть она легонько ее можно также с собой легко перевозить вот вот это у меня она тяжелая сделана из диска это уже как бы стационарно она у меня здесь стоит возить ее никуда не охота здесь я хочу в дальнейшем залить площадку полностью бетонную и на ней уже поставить потом беседочку тандыр казан это в будущем здесь будут у меня на этом месте сейчас пока так так что кому интересно переходите по ссылке в описании посмотрите у них что там есть ну а мы начинаем обжигать а для начала мы напилим сухих дровишек и а и и и и и и и и так и так чем вот эта печка хороша она полностью ложится в посадочное вот это место и казан был прогреваться абсолютно весь так ну что казан начал прогреваться Уже цвет меняется. Так, потихоньку сереет. Видно. Это хорошо. Так, ну что, казан уже становится такой серенький. Сейчас еще где-то около 10 минут. И засыпать будем соль. Ну вот, прошло еще 10 минут. Будем засыпать соль. Так, для начала засыплю одну пачку. Ну, я думаю, здесь даже две пачки будет достаточно. Перемешать. Ай. Претер. Претер. Ну. Ну. Так. Я думаю, это плохо. Так, соль потрескивает, идет хорошо прокаливаться, периодически повешиваем. Сейчас поднимем эту сторону. Так, заходим. Первый раз мы обожгли без соли, второй раз солью. Ну, сейчас убираем соль и 40 минут будем обжигать на масле. Так, соль высыпали. Сейчас будем наливать масло. Масло наливаем, стараемся с краев. Надо дать остыть казану. Убираем казан. Казан убрал в сторону, чтобы дать ему немножко остыть. Потому что масло на горячее наливаешь, оно начинает вспыхивать. Я чуть-чуть брызнул, оно выгорело. Сейчас дали остыть, пока накидал дровишек таких трухлявеньких. Прогорят. И постепенно будет нагреваться казан снова. И наливаем масло. Так, казан чуть-чуть подостыл. Масло налил сразу. И ставим на огонь. Вот так вот. Так, казан уже начал темнеть. Так, казан уже начал темнеть. Видите, масло стало таким желтым. И запах такой гари. Ну, сейчас мы луковицу еще туда насыплем, она сгорит. И вот, нормально все уберем. Так, берем луковицу. Прямо ее сейчас вот так наломаем, вот такими кусками. И отправляем в казан. Вон, а побольше кусочками. Серега сейчас разломаем. И туда же ее. Все, лук у нас подгорает. Я думаю, можно его вот сейчас убирать. Ну, и будем уже пробовать готовить. В принципе, уже все хорошо. Ладно, убираем. Даю казану остыть прямо вместе с луком. Сейчас он еще впитает себя. Перемешаю. Луковой очисткой. Домашек надо. Все, ждем пока остынет. Так, ну что, все убрали. Сейчас протру бумажным полотенцем. Лишнее уберу. Чтобы что-то было. Все. Можно готовить любое блюдо. Блюда, блюда. Сейчас еще немножко подостынет. Вот так вот. Все. Ну что, друзья. Ставим на казан. Наливаем масло и добавляем чуть-чуть побольше огня. Сильный огонь разводить не буду. Масло примерно где-то пол литра налью. Потому что отсюда я уже наливал при обжиге. Я думаю, этого достаточно будет. Добавляю дров. Картофель у нас крупный. Сейчас мы его немножко порежем. Особенно вот большую. И эти напополам. Все. Масло прогревается. Картошечка начинает поджариваться. Так, ну что, картошечка у нас почти готова. Сейчас еще 2-3 минуты и убираем. Так, ну вот, прошло 2 минуты. Убираем картошку. Все, картошечку убрали. Вот такая красота. Сейчас будем засыпать. Так, секундочку. Сейчас будем засыпать бедрышки. Хотел, думал, ну, типа шашлыка приготовить. Ну, решили затушить с картошкой. Сейчас обжарим это все и засыпем туда картошку. Ну, и сейчас засыпаем лук. Сразу же перемешиваем. Теперь, паст tipos с картошкой лук. onto зад力. Подтяж я помешиваю Крышечкой накрыли И оставляем на 5 минут Около 5 минут прошло Перемешиваем Покорочка нашей голень Подрумянилась Оставляем еще на 5 минут Опа Минутки две еще помешиваем Курица уже Я так вижу, что она практически готова Останется ее чуть-чуть подтушить Ну и сюда же Отправляем наш Картофель Вот такая красота получается Сейчас перемешиваем И накрываем крышкой Курица Курица так вверху откроем чтобы меньше жара что у нас практически там уже все прогорело остались угольки сейчас я их еще раз к это расшивая все и оставляем тушиться и вот один раз еще перемешал сейчас чуть-чуть подсолю оставляю курица с картошечкой все практически готово можно угли скоро будем уже есть что все казан убрали с огня даем остыть и будем пробовать так ну что получилось у нас сегодня такое блюдо картошечка с курицей все готово красота так что вот друзья приобрели такой казанчик на 12 литров вообще удобный небольшой самое то игру повторюсь еще у меня есть на 25 литров и на вас 4 литра но большой этот сейчас будет у нас более такой походный чаще был в нем готовить чем в большом большом это уже когда на большую компанию казан обожгли и сегодня же приготовили в нем обалденное блюдо следующее блюдо хотим приготовить из косули там вот не знаю еще то ли шурпа то ли еще что такое с медведем перемешку крути дикое мясо будем готовить как то так не забываем подписываться ставить пальцы вверх кому интересно по показанам ссылку я оставлю в описании на группу папа казан так что кому интересно переходите ну всем до новых встреч пока пока пока